Всем привет! Купила я очередную орхидейку. Сейчас сниму упаковочку и покажу эту красавицу поближе. Изначально цена ее составляла 6,99 евро, грубо говоря 7 евро. И купила я ее на распродаже за 3 евро. Вот такая красавица орхидейка досталась мне на этот раз. Она просто удивительной расцветки. Я раньше такую встречала, но крайне-крайне редко попадалась мне на глаза. Просто фантастическая расцветка. Она уже, к сожалению, отцветает. Осталось не так много цветочков. Изначально она цвела в два стебля. И сегодня я хотела поделиться своим советом, как же приобрести орхидейки подешевле. Я обратила внимание на то, что в районе праздников, до праздников или же сразу после них остается огромное количество цветов в тех отделах, где они обычно продаются. Да, магазины накануне праздников закупают огромное их количество, но они всегда успевают распродать все. Поэтому они вынуждены делать такие скидки, акции, распродажи. И, конечно, нам, любителям цветов, орхидей это на руку. В этот раз завод с орхидеей был таким огромным. Я никогда раньше не видела такое огромное количество орхидей в одном месте. К слову сказать, это была здоровенная оранжерея, полностью усыпанная орхидеями. В каждом уголочке стояли орхидеи. И этот орхидейный комплекс плавно перетекал в строительный отдел, где также на каждом углу, просто с периодичностью в 10 метров, стоял стеллаж с цветами, с орхидеями. И все они были по акции, все можно было приобрести за 2,99. Ну, грубо говоря, за 3 евро. Так, это вот дикий персик. Это просто... Очень было много орхидеек в хорошем состоянии, но я обратила внимание именно на эту расцветку. Хотя и корневая здесь такая под сомнением, и видно, что залили ее. И, может быть, еще по каким-то другим причинам она начала сбрасывать цветочки, засушивать бутончики и сбрасывать. Поэтому их осталось здесь не так много. Вот. И из всего множества орхидеи, которые были в этой оранжереи, всего 2 цветка было именно такой расцветки. И мне хотелось именно этот цветок, хотя другие цветы были гораздо лучше себя чувствовали, гораздо лучше выглядели. Смотрите, какая-то невероятная красота. Со всех сторон она представляет собой нечто удивительное. С обратной стороны тоже такие ярко-салатовые листики. Удивительная красавица. Цветочки не очень крупные, может быть, сантиметров 8. Кстати, такую расцветочку я встречала раньше, и там были огромные цветы. Думаю, что, может быть, при повторном цветении, при лучшем уходе, эта орхидейка может в следующий раз зацвести более крупными цветочками. Мне еще предстоит разобраться, по какой причине она сбросила цветы. Но пока она меня радует просто такой яркой своей окраской. Это, ну, не знаю, просто как попугай какой-то тропический. Такая она яркая. Сами листики, видите, какие маленькие, гораздо меньше ладошки. Может, это сорт такой. Сейчас не могу сказать. Вот здесь видно, что бутончики она поотсушивала. Не успели они раскрыться. Производитель. Вот что здесь у нас за этикеточка. Я уже покупала орхидейки такие. У меня Клеопатра, по-моему, вот именно такого производителя. Но не скажу, что это самый лучший производитель. Потому что хиленькие цветы. Хиленькие цветы. Корневая здесь. Вот видно корешки. Видно, что они залитые. У цветущих орхидеек обычно они такие более подсушенные корешки. Здесь они насквозь промокшие, ярко-зеленые. Вот здесь вот один листик. Непонятно почему-то он стал вот так. А, ну да, он поврежден. Он просто здесь надорван. Вот такой стал красный. С обратной стороны листики темные. Но это потому, что сама расцветочка фиолетовая. Вот видно, наверное, какие тоненькие цветоносы. Гораздо тоньше веточки держателя. Вот это вот держатель. А это сам цветоносик. Такой тонюсенький. Вот и второй вот идет. Он уже обрезан. Уже давно сбросил бутончики. И вот, конечно, питания мало будет. Такая корневая слабая. И веточки слабые. Ну, расцветка удивительная, красивая. Вот именно за это я ее и купила. Ну что, будем выхаживать? Что делать остается? Надеюсь, домашнее цветение будет более богатым, более здоровым. Теперь, конечно, я все это планирую пересадить в другой грунт. Как минимум. Скорее всего, в керамзит тоже посажу. И буду наблюдать за тем, как себя чувствуют корешки. Но, честно говоря, сейчас очень жалко пересаживать. Потому что большая вероятность того, что она сбросит цветочки. А этого бы мне очень-очень не хотелось. Такая расцветка. Так, хотела я приобрести именно такой цветок. Так что, наверное, все-таки подожду некоторое время. Ну, а потом пересажу. Обязательно нужно избавиться от торфяного стаканчика, который здесь с большой вероятностью находится. И от него может происходить загнивание корневой системы. Поэтому лучше, как можно быстрее это сделать. Убрала я держатель один. Второй цветонос надо обрезать. Потому что в нем вообще нет смысла. Он уже отцвел. А этот без держателя выглядит гораздо лучше. Прям красиво так. Так, дорогие мои. Сейчас я вам покажу свое расстройство. Своё огорчение. Я поняла, почему этот цветочек сбрасывает цветы. Я обнаружила там животных. Которые просто табунами, оказывается, там пасутся. И я не знаю теперь, как мне быть, чем обрабатывать. Если сможете подсказывать. Я сейчас покажу, что тут за живность такая вводится. Я думаю, отчего же так цветы вянут. Оказывается, вот такие звери живут. Питаются лепесточками. Конечно, все бутончики после этого опадают. Цветы завяли. Вот такие зверюги. Представляете, какой огромный. Как можно было... Обнаружила я мучнистого червеца тогда, когда сняла упаковочку. И обитали они вот за лепесточком. В том месте, где цветочек крепится. Вот в месте крепления. Там, где очень много белого цвета. Вот как раз таки это и являлось для них маскировкой. Почему я их сразу не заметила. Такие огромные особи. Я все, что увидела, все, что смогла разглядеть, убрала. Мелких не нахожу. Не знаю, будет ли этого достаточно. Если знаете, какое-то проверенное средство, которым можно обработать цветок. Если, может быть, есть мелкие эти насекомые, мелкие червецы. Чтобы от всего этого избавиться. То, пожалуйста, посоветуйте. Конечно, можно подумать и сказать, купленные на распродаже цветы. Могут преподнести любые сюрпризы. Но самое обидное, вы понимаете, что среди этих стеллажей стояли цветы не на уценке за 10, 11, 12 евро. То есть, продающиеся в полную стоимость. И так как все это очень близко расположено, поливается практически с одного баддона, все это также может перекинуться и на цветы без уценки. То есть, самое обидное то, что мы можем приобрести цветок за полную цену, какой-то на дуге, шикарный. И там будут те же самые сюрпризы. Вот что самое неприятное в этой ситуации. Поэтому, покупая те или иные цветы на распродаже или нет, мы не застрахованы. Ну, вы знаете, такую красавицу я, наверное, купила бы при любом раскладе. Даже если бы в магазине я увидела этих животных. Все равно у меня надежда остается, что я их поборю. Буду держать ее изолировано, чтобы все это не перекинулось на мои другие растения. Не заразило всю коллекцию. Так что, ну что, будем лечить, будем выхаживать. Подписывайтесь на новые видео, будем вместе следить за происходящим, за тем, как она будет себя чувствовать. Смогу ли я ее выходить, дождусь ли комнатного уже домашнего цветения. Если видео понравилось, было интересным, ставьте пальчик вверх. Всем красивых цветов, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok